Девочка-пай Всем привет, с вами Аза Пострак. И сегодня троллейбусному парку Ставрополя. Исполнилось 60 лет и я бы хотел поговорить о нем и рассказать историю. Приятного просмотра. Осторожно, двери закрываются. Всех далеком 1958 году. Тогда начали строить троллейбусное депо, а также первые подстанции. Троллейбусы же, поехали намного позже 24 июля 1964 года, но еще неофициально по первому маршруту, вокзал газостанция. Официально троллейбусы поехали ровно 60 лет назад, 1 августа 1964 года по этому же первому маршруту. В 1965 году после постройки еще подстанции был запущен маршрут вокзал Кирпичный завод под номером 2. Подвижной состав был неразнообразным, работали старые добрые ЗИУ-5. В 70-х годах начали появляться ЗИУ девятого поколения или 682-е, а также развитие контактной сети. К 2000 годам было 12 маршрутов, их схемы можете увидеть на фото. В 2009 году началось обновление подвижного состава троллейбусами БТЗ-52764А РУ и МТГН. Они наполовину заменили ПС в троллейбусном депо. В 2014 году привезли троллейбус ТРОЛЗТ и 5265 мегаполисные испытания, но что-то пошло не по плану и СМУТТП не смогло взять 20 таких туроков. После 2016 и полуба маршрутов сокращалась, в 2022 привозили два троллейбуса с автономным ходом, но их так и не закупили, контактная сеть практически не заменялась на новую. Осторожно, двери закрываются. Троллейбусное предприятие, еле-еле находится в устойчивом состоянии, в данный момент здесь не самый лучший и хорошо обслуживаемый подвижной состав. Брались, у троллейбусы из Нальчика, из-за списания Ставропольских ЗИУ. Канташка сейчас тоже не в самом лучшем состоянии, по сути держится на соплях. Но по крайней мере никто не пытается обанкротить депо и предприятие начинает радовать довольно хорошими новостями. Сейчас расскажу. В Крайтрансе ждут первые 12 троллейбусов ВМЗ Авангард с системой автономного хода. Всего их будет 56 штук. Также территория троллей парка ОПОЛЬ устраивается. Проезд стоит 19 рублей, из-за чего троллейбусы пользуются популярностью в Ставрополе. Также немного о маршрутах. В данный момент действует 6 маршрутов, 1,2,4, 7,8,9, но после прихода новых троллейбусов будет продлен маршрут номер 4 от ЖДВ до 45 параллели с участком автономного хода, также будет возобновлен 6 маршрут от 45 параллели до Мемориала Танка. И запустят 13 маршрут от сквера Героев России до ЖДВ. Ну как-никак, хочу поздравить троллейбусный парк с юбилеем, пожелать частого обновления подвижного состава, обновления контактной сети, также хорошего обслуживания техники. Как-никак троллейбус в Ставрополе – это важная артерия города, у троллейбуса в данный момент есть шансы развиваться, а не деградировать. С днем официального рождения Ставропольский троллейбус!